Среди сотен книг выставки внимание привлекают неяркие и глянцевые обложки изданий 21 века, а неприметные, порой потрёпанные томики начала 19 столетия. Особую ценность для библиотеки представляют прижизненные издания поэтов и писателей Серебряного века. Поэма «12» Александра Блока – одно из таких изданий. Книга была издана в 1918 году, через полгода после того, как она писала её Блок. То есть она была издана при его жизни. У нас в музее третье издание. Первыми посетителями экспозиции стали участники школьных аритоновских чтений. О том, как появились на свет эти уникальные издания, какие художники делали иллюстрации для этих книг, на открытии выставки рассказала библиотекарь Анна Огошкова. Книга – это скорее исторический уже предмет, который включает в себя и авторы, и художника, и издательство. И, конечно же, обстоятельства, при которых эта книга выходила в свет. Томики стихов Сергея Есенина, произведения «Буревестника революции» Максима Горького, книги, изданные в блокадном Ленинграде, а также подарочные и сувенирные брошюры. В фонде библиотеки хранится порядка трёх с половиной тысяч редких и ценных книг. Начиная с 1620 года самая старинная книга у нас. И, конечно же, чтобы сохранить их и для наших потомков, для наших детей и внуков, мы должны соблюдать определённые условия, то есть защищать их от света, влаги, и храним их в закрытых шкафах. Выставка будет работать до мая. Познакомиться с уникальными изданиями можно в отделе редкой книги в часы работы библиотеки. Для коллективного посещения нужно заранее оставить заявку на экскурсию. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.